День психолога Директор Айдар Калимулин выступил с приветственной речью и поблагодарил каждого, кто внес вклад в становление и развитие направления психологии. Это очень важная работа, потому что психологическое благополучие, психологическая безопасность сейчас являются самыми, наверное, актуальными элементами нашей жизни. И наши высококвалифицированные выпускники, которых мы каждый год выпускаем из стен Казанского федерального университета, являются, наверное, гарантами этого благополучия. Ну а какой же праздник без культурной программы? Студенты Института психологии и образования подготовили танцевальные и песенные номера, чтобы придать мероприятию радости и убедить гостей в том, что отмечать профессиональные события следует громко. Чередуя музыку с официальной частью, студенты были награждены грамотами за активный вклад в науку и становление вуза. Как отмечает Леонид Попов, профессор кафедры клинической психологии и психологии личности, в их нелегкой профессии каждый должен руководствоваться научными знаниями, а главное их цель – помощь людям. Я бы пожелал хорошей продуктивной работы, прежде всего, и о том, что надо всегда помнить лозунг Бехтерева, что психология – это и наука, это и практика. То есть он, скажем так, девизом психоневрологического института сделал у себя познать человека и помочь человеку. То есть психологи должны в определенной степени, руководствуясь научными знаниями, все-таки главная цель направить на то, чтобы помогать людям в их преодолении депрессии, в преодолении тех состояний, которые сейчас погружаются в значительную часть нашего сообщества. По данным правительства России, в стране более 7 миллионов человек работают в сфере оказания услуг психологической помощи. Существует около 63 отраслей психологии. Общая психология, судебная, правовая, детская, социальная и многие другие. Каждая из них нуждается в поддержке и внимании со стороны общества, чтобы день ото дня отдавать себя целиком на благо ментального здоровья граждан. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости.